Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я пищевой технолог, нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствии. Сегодня мы с вами поговорим про чечевицу, рассмотрим ее нутритивную ценность и найдем этому продукту место в здоровом рационе. Итак, поехали! Чечевица славится тем, что имеет высокое количество белка, 24 грамма на 100 граммов продукта. Как и все бобовые, чечевицы лимитируют по серосодержащим аминокислотам, таким как метионин и цистеин. При этом в чечевице высокое количество таких аминокислот, как лизин и аргинин. Чечевица содержит различные танины, дубильные вещества, которые препятствуют всасыванию белка и соответственно ухудшают усвоение белка. И поэтому существует исследование, что если, допустим, к веганскому рациону, богатому бобовыми, добавить источники зерновые, такие как, допустим, рис и другие крупы, в которых много лизина, это уравновесит аминокислотный состав и создаст полноценный набор аминокислот. В принципе, когда мы чечевицу отвариваем, то размягчение различных оболочек делает белок более легкоусвояемым. Если мы посмотрим на количество клетчатки, то здесь высокое количество клетчатки 11,5 граммов. Это классно, потому что клетчатка в рационе ассоциируется с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, с улучшением сытости, с улучшением питательности вашего блюда и также с улучшением, в том числе, липидного профиля. И чечевица это, на самом деле, один из видов бобовых, из которых и белок хорошо усваивается, и различные нутриенты тоже. Потому что, в отличие, допустим, от фасоли, нута, маша и так далее, здесь вот эта грубоволокнистая клетчатка будет помягче, она будет получше развариваться, и поэтому и все минералы, и белок в том числе будут усваиваться легче. Если сравнить со временем варки других бобовых, то у чечевицы это примерно 25-30 минут, и другие бобовые это 60-70 минут. Если вы употребляете чечевицу в составе смешанного рациона, допустим, это бобовые, здесь есть и овощи, есть и источники полноценного белка, то, конечно, не нужно миксовать чечевицу с различными зерновыми культурами, вы и так получите полный набор аминокислот. Я напомню, что если в нашем организме идет недополучение полноценных аминокислот, соответственно, усвоение идет по лимитирующей аминокислоте. Поэтому важно заботиться о полноте аминокислотного профиля и набирать свою норму белка. И не просто набирать количество белка, то есть нам не только цифра важна, нам важно, какие это аминокислоты и как они усваиваются. А усвоение зависит от продукта, от его термообработки, соответственно, пюрированный он или в цельном виде, и от других различных характеристик. Белок чечевицы прекрасно усваивается, если мы продукт развариваем, если мы пюрируем продукт, то есть чем мы больше измельчаем продукт, тем он становится более легко доступным для обработки ферментами. Поэтому, если вы только собираетесь вводить бобовые в свой рацион, я советую взять либо чечевицу, либо зеленый горошек, соответственно, замороженный, не в консервированном виде. И можно начать с пюрированного продукта в небольшом количестве, например, 30-40 граммов в сухом виде. И посмотреть, как ваши ферментативные системы реагируют на данный продукт. Потому что, если человек раньше употреблял мало клетчатки, в том числе мало бобовых, и вдруг ни с того ни с сего завтрашнего дня начнет употреблять высокое количество бобовых, от 50 граммов в один прием пищи, то, скорее всего, ферментативная система отреагирует вздутием, то есть микрофлора просто не приспособлена к такому количеству клетчатки, который единовременно поступает в ваш организм. Из всех бобовых чечевица является наиболее богатой по полифенолам. Это вещества с фенольной структурой, то есть с фенольным кольцом. Именно эта структура обуславливает их активные свойства против свободных радикалов. И, как ученые заметили, данная способность будет выше, чем в любых бобовых, в том числе в зеленом горошке, в нуте, маше, фасоли, желтом горохе и так далее. И антиоксидантный индекс международный здесь будет более 7000. На самом деле это огромный антиоксидантный индекс, но при этом мы должны всегда помнить, что варка и чрезмерное измельчение, долговременное хранение продукта в готовом виде уменьшает этот антиоксидантный индекс. И по исследованиям содержание полифенолов при варке уменьшается с 12 до 40% вниз и при замачивании примерно с 10 до 24%. Замачивание, которое длится до 48 часов, увеличивает полифенольную активность за счет того, что собственные ферменты растения, такие, допустим, как протеазы, амилазы, они в том числе влияют на активность полифенолов. Но если замачивание длится более двух суток, то фенольная активность уменьшается. Это также связано с накоплением различных метаболитов, с действием ферментов. Поэтому если вы выбираете проращивать чечевицу, то это до двух суток. Если вы долго варите, плюс пюрируете, соответственно полифенольная активность уменьшается. Различные виды чечевицы по-разному богаты флавоноидами. Чем более яркая чечевица, тем будет больше, соответственно, флавоноидов. И в основном они сосредоточены ближе к оболочке растения, в принципе, как и клетчатка. Флавоноиды связаны, во-первых, с профилактикой нейродегенеративных заболеваний, с улучшением памяти. Также, как я сказала, с антиоксидантной высочайшей активностью. Это все про антиэйдж, это замедление перекисных окислений в мембранах наших клетках, в липидах нашего головного мозга. Большинство крутых свойств чечевицы, такие как профилактика нейродегенеративных заболеваний, профилактика диабета второго типа, профилактика различных ишемических болезней сердца, тромбозы, атеросклероз. То есть профилактика заболеваний сердца и сосудов, улучшение липидного профиля крови. Все это связано с высоким содержанием полифенолов. Полифенолы чечевицы это гидроксикоричные, гидроксибензойные кислоты, то есть это антиоксиданты. Далее, это, конечно же, наши любимые антоцианы, флавонолы. Это каротиноиды, допустим, в красной чечевице, либо в желтой чечевице. Далее, это катехины и различные фитостеролы, о которых мы поговорим далее. Это сапонины, которые также обладают по результатам последних исследований антиоксидантными и кардиопротекторными свойствами. В целом, в чечевице насчитывается более 25 различных антиоксидантных полифенольных соединений и различных, соответственно, оксикислот. Также хотел бы сказать вам про сапонины. Это такие вещества, которые имеют и гидрофильную природу, и гидрофобную, то есть они и в воде хорошо растворяются, и в жирах тоже, и имеют свое свойство к пенообразованию. Они по последним исследованиям связаны с противовоспалительным, противомикробным действием, повышением иммунитета и профилактикой диабета и различных даже онкологических заболеваний. И, конечно же, говоря о всех бобовых, нужно вспомнить про фитостеролы. Это вещества растительные, по своему строению они похожи на холестерин. Соответственно, животных, продуктов, представлены бета-ситостеролом, они имеют слабый эстрогеноподобный эффект и улучшают, в том числе, и деятельность репродуктивной системы. Они связаны с противодиабетическим, они связаны также с противоопухолевым действием, антимикробным действием и оздоравливающим действием на наш организм. Выращивание чечевицы связано с уменьшением использования количества различных синтетических удобрений, потому что чечевица может использовать азот из воздуха и преобразовывать его в соединения, которые удобряют почву. И также чечевицу часто используют для профилактики эрозии почвы, потому что она достаточно, ну вот хорошо, крепко, так сказать, держится на почве. Чечевица не особо богата жирами, это примерно 1,5 грамма на 100 грамм продукта. Соотношение омега-3 к омега-6 это 1 примерно к 3,7. Ну, в принципе, высокого количества омега-3 в данных продуктах, бобовых, ждать не приходится. Да, чечевица у нас и не источник жиров, приоритетно в рационе. Также в чечевице высокое количество углеводов, в том числе достаточно грубоволокнистой клетчатки, крахмалов различных. То есть это продукт с высокой белковой составляющей и с высокой углеводной составляющей. Очень хорошо насыщает и может использоваться в питании, в том числе как альтернатива высокобелковым продуктам, и в том числе как альтернатива крупам. Не содержит глютен и она не содержит также холестерина, что важно для здоровья сосудов и важно для тех людей, которые следят за здоровьем своего сердца. У чечевицы очень богатый минеральный состав. Во-первых, это высокое количество железа, отмечу, и оно становится более биодоступным, когда мы чечевицу развариваем, размягчаются структуры белка, когда мы чечевицу ферментируем и когда мы ее пюрируем. То есть если вы хотите, чтобы железо из бобовых у вас классно усваивалось, то это хорошая варка, плюс это пюрирование. Так как чечевица это продукт с высоким количеством дубильных веществ, различных танинов, то если мы ее не довариваем, соответственно и различные минеральные элементы будут усваиваться не очень хорошо. Так же как и аминокислоты, метионин, лизин, количество которых некоторое связывается танинами и препятствуется к усвоению. Так же в чечевице высокое количество и калия, и есть кальций, высокое количество магния, высокое количество селена. То есть чечевица накапливает селены с почвы, хром, марганец, которые у нас участвуют в формировании стабильных привычек здорового питания. Так же цинк, который участвует в ранозаживлении, очень важный и для мужчин, важный для синтеза тестостерона. Так же хочу заметить высокое количество витаминов группы В, В1, В2, В3, В6, фолиевая кислота, которой чечевица достаточно хорошо усваивается, если мы ее, соответственно, развариваем и в том числе пюрируем. Данные витамины отвечают у нас за энергетику организма. Что такое энергия? Она у нас выражается в образовании молекул АТФ. То есть это конкретное вещество, которое дает нам энергию. Это результат энергетических процессов. И если в нашем рационе не хватает витаминов группы В, которые как составная часть ферментов реакций участвуют в протекании биохимических процессов образования энергии, то не нужно ждать от себя высокой работоспособности, хорошей умственной деятельности, энергичности, бодрости. Это те витамины, которые дают нам действительно энергетику, бодрость. И когда человек сильно срезает калории, убирает углеводистые продукты, в том числе бобовые, крупы и так далее, он сразу уменьшает количество витаминов группы В и теряет в том числе по силе. И также, так как здесь высокое количество углеводов, а углеводы у нас ответственны за накопление гликогена в печени, в мышцах, то это также уменьшение количества силовых на тренировках, если человек тренируется. Поэтому бобовые в том числе дают нам вот такую классную силу и энергию. Также насчет железа в чечевице я бы хотела сказать, что приоритетными источниками, конечно, будут источники железа гемового, то есть продукты животного происхождения, в которых железо уже в гемовой форме и быстрее усваивается. А железо из растительных продуктов это как прекрасное добавление, это как плюс к тем продуктам с высоким содержанием гемового железа, печень, красное мясо, ну различные субпродукты, вообще продукты животного происхождения, которые у вас в рационе есть. Но если вы веган, вегетарианец, у вас в рационе мало таких продуктов, то, конечно, бобовые это один из источников железа, хорошо освояемого, если вы их правильно готовите, то есть достаточно хорошо развариваете. Как правильно готовить бобовые, чтобы сохранить всю их нутритивную ценность, мы проходим на моем курсе «Искусство здорового рациона», ссылочка здесь внизу, там можно посмотреть отзывы участников и также зарегистрироваться в ближайшую стартующую группу. Буду рада видеть вас подписчиками моего канала о здоровом питании, ссылочка также на мой телеграм-канал здесь внизу. И выводы про чечевицу. Чечевица, несомненно, это прекрасный продукт, который дополнит здоровое питание. Самое главное понимать, что суперволшебных продуктов нет. Мы набираем не продукты в своем рационе, а мы набираем конкретные эссенциальные элементы. Эссенциальные элементы питания – это полноценный белок, то есть незаменимые аминокислоты, это незаменимые жирные кислоты, это все витамины и минералы, это антиоксиданты. Все эти вещества участвуют в тех биохимических реакциях, которые происходят каждый день. И мы должны дать своему организму не только БЖУ и калории, но и заглянуть внутрь и обеспечить коферментами, то есть витаминами, минералами, которые участвуют в протекании химических реакций. Нет витамина и минерала, реакция идет не так классно, как нам хотелось бы, и мы не получаем конечный продукт. Например, образование энергии АТФ зависит от витамина В3, ниацина. Он в своей активной форме входит в состав ферментов. Если витамина В3 мало в рационе, то не нужно ждать высокого качества энергии. Также образование молекул АТФ зависит от магния, от витамина В6, от витамина тиамина, рибофлавина, В1, В2 в своих активных коферментных формах. Тоже обо всем этом говорим на моем курсе «Искусство здорового рациона». Поэтому важно сбалансированное питание. Не нужно ждать волшебных свойств от какого-то одного продукта, даже какой-то прекрасной чечевицы, введенного в ваш рацион на фоне общего хаоса в питании, отсутствия режима питания, режима сна, высокого количества трансжиров и так далее. Каждый продукт в рационе должен нормироваться согласно вашей физической активности и вашему образу жизни. Поэтому количество чечевицы в рационе каждого человека индивидуально. Питайтесь правильно. С вами была Мария Сафина, пищевой технолог, нутрициолог. Увидимся в следующих роликах. Желаю вам прекрасного дня. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.